Давайте вспомним, что на лице есть у нас еще и такой красивый орган, как кожа. Вообще, кожа самый большой наш орган, поэтому заботиться о нем нужно на постоянной основе. В этой связи к нам сегодня присоединилась консультант компании Эйгейн, Анна Розина. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Карина. Итак, ну давайте о красоте. Раз в этой студии превалируют красивые женщины, поговорим о том, когда же появляются на нашем прекрасном, юном, молодом организме морщины. Вечно молодом. Совершенно точно. Морщины и как это вы избежали? На самом деле, мне, как человеку, который почти в два раза старше, чем 25-летние девушки, мне приятно сказать, что стареть наша кожа начинает уже в 25 лет. Это немножечко грустно, конечно, звучит, но, слава богу, мы не видим сразу. Ну, слава богу, по нам не видно. Слава богу, по нам не видно, да, хотя мне, например, да. Ну, я не буду настолько уж прямо сегодня раскрывать все секреты, своей красоты, но тем не менее. Кожа начинает стареть в 25 лет примерно. С чем это связано? Это связано с тем, что каждый год, начиная с 25-летнего возраста, наша кожа теряет от 1 до 2% коллагеновых волокон. А коллагеновые волокна – это тот самый белок, те самые белковые волокна, которые делают кожу упругой, молодой, красивой, сияющей, такой, как мы любим. К счастью… И привыкли видеть в зеркале. И привыкли, может быть, и не привыкли, но хотим, мечтаем видеть в зеркале. Некоторые привыкли. И на самом деле это незаметно сразу. То есть девушки до 30-40 лет совершенно спокойно живут и думают, что им ничего не угрожает. Но примерно в 40-летнем возрасте мы начинаем замечать, что кожа становится более дряхлой, обвисшей. В принципе, у нас остается тот же самый участок кожи, но объем его становится меньше. Вот если вы представите, Карина, такую подушку, набитую перьями, новую, красивую, мягкую, вот это мы молодые. А потом со временем перья в подушке сбиваются и появляются морщины. Она становится более такая сбита, может быть, кому-то, конечно, и больше нравится такая мягенькая. Вот. Но, тем не менее, то же происходит с нашей кожей. Коллаген уменьшается и объем нашей кожи снижается. И поэтому тот же участок кожи получает морщины, какие-то следы, рубцы. И нам с этим нужно бороться как? Восполняя коллаген. К сожалению, коллаген мы не можем остановить его потерю. Поэтому нам нужно просто сохранить некий баланс в его потере и в его новой выработке. Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим. О том, как помочь коже выработать новый коллаген. Ну, давайте верить, что, во-первых, это возможно. А, во-вторых, расскажите, как, что вы с собой принесли и что такое эйген? Да, хочется верить, что это возможно. Мы над этим работаем. Я, во всяком случае, верю. Конечно, безусловно, нельзя слепо верить. Нельзя сказать, что придет женщина в возрасте 70+, А выйдет 58. Да, выйдет 58. Ну, как минимум. Да, скажет, я никогда не пользовалась никакими косметологическими приборами, никакой косметикой, ни кремами. Вот сейчас помогите мне. Конечно, нет. Невозможно сразу взять и убрать глубокие морщины. Поэтому нужно, во-первых, начинать заниматься этим раньше, во-вторых, заниматься регулярно. Вот такой прибор я притащила сегодня. Ну, во-первых, вы видите, какая красивая коробочка. Я люблю эстетику. Вот этот чемоданчик, он просто прекрасный. Можно брать его с собой, можно даже помаду туда положить, кроме... Значит, в этой коробке находится прибор A-Gen. Вот он такой красивый, эстетичный, очень и очень простое в употреблении. Мне, как человеку, ну, проблематично работающему с техникой... Я очень люблю современные гаджеты, но для меня очень сложно разбираться во всех тяжелых технологиях. А вот этот прибор для меня крайне прост в обращении. Это домашний косметический, медицинский, профессиональный прибор, что очень важно сказать, для уменьшения количества морщин, для увеличения выработки коллагена. И это прибор, доступный каждому человеку. Вы можете пользоваться им дома, получать удовольствие, молодеть, приводить себя в порядок, выглядеть прекрасно. Он основан, его работа, в принципе, основана на сочетании двух вещей. Искусственного интеллекта, это то, что нас немножко пугает, но внушает нам доверие. Искусственного интеллекта и радиоволновых технологий. РАФ-технологии, РФ-волны воздействуют на нашу кожу, проникают глубоко с помощью вот этого аппарата, с помощью таких электродов, которые асимметрично расположены на вершине этого аппарата. Ну, потом я покажу обязательно, как им пользоваться. Вот с помощью этих электродов РФ-волны проникают в нашу кожу глубоко, и с помощью искусственного интеллекта они проникают правильно, на нужную глубину. То есть определяют и тип кожи, и возраст, и насколько коллагена не хватает. Абсолютно точно. Насколько не хватает влажности, насколько не хватает коллагена. То есть искусственный интеллект в данном случае – это просто вау. Это технология, которая реально, как мне кажется, делает революцию на данный момент. Вот. Поэтому, ну, если хотите, могу немножко рассказать про то, что делает искусственный интеллект в данном случае, как мы его используем. Ну, не картинки создаёт, это мы поняли. Да, не картинки создаёт, хотя это я тоже люблю, это мне тоже интересно и нравится. В данном случае искусственный интеллект сканирует нашу кожу. У каждого человека индивидуальная кожа. У кого-то морщины более глубокие, у кого-то они мимические, у кого-то кожа более влажная, у кого-то более сухая. Кому-то 30 лет, а кому-то 70. И обычно, как мы привыкли, мы приходим в кабинет к косметологу, там стоит такой здоровенный аппарат с той же самой технологией – АРФ-волны, то есть радиоволны. К нам подходит косметолог, оценивает ситуацию нашей кожи и настраивает вручную этот аппарат для работы над определённым участком кожи. Здесь у меня вот эти ужасные противные носогубные складки, над которыми я хочу поработать. Ну уж не стоит наговаривать. Спасибо большое, Карина. Вы тоже прекрасно выглядите. Здесь у меня мимические морщины. Мимические я люблю подчёркивать, потому что я много смеюсь. Над ними тоже надо поработать. В общем, короче говоря, косметолог определяет, и у нас возникает определённое доверие к этому аппарату. Я могу не сказать про мимические морщины, это очень забавно. Каждая женщина пытается объяснить, что они именно мимические, и это потому что она такая смешинка. Не потому что паспорт надо посмотреть. Это потому что она такая весёлая. Конечно, лёгкая и энергичная. Я всё время говорю, у меня очень активная мимика. Я много улыбаюсь. И проговариваю. Проговариваю тщательно буквы. И поэтому у меня мимические морщины, которые стали возрастными. Увы, и над ними надо работать. Так вот, почему стоит доверять этому препарату? Почему он выполняет абсолютно те же функции, которые выполняет косметолог? Потому что искусственный интеллект, как только мы включаем наш аппарат и подносим его к лицу, они сканируют нашу кожу, они читают глубину конкретной морщины, к которой я поднесла аппарат. Они прочитывают уровень увлажнённости нашей кожи. Они прочитывают количество коллагена. Это всё делает искусственный интеллект. И поэтому он очень правильно сразу же направляет радиоволны туда, куда нужно, на ту глубину, на которую нужно. И подстраивает всю работу прибора под наши конкретно условия, которые уже существуют на нашем лице. Именно поэтому... Работает с теми данными, которые уже есть в этой задаче. Совершенно верно. Именно поэтому советуют вот этот прибор, конкретный Эйгейн, использовать индивидуально, не по всей семье. Потому что он привыкает и от процедуры к процедуре. Он ведь обучается. Для этого искусственный интеллект не придумает. Совершенно верно. Совершенно верно. Он обучается. И от процедуры к процедуре становится всё более и более эффективным. Оказывает всё более и более точное направленное действие. То есть, если раньше мы покупали умывалку условно для себя и для мужа, та, которая подороже, и та, которая вот этой можешь пользоваться, то и прибором моим, пожалуйста, тоже не надо. Да, тоже не надо. Он уже настроился на мои щеки. Да. Когда я уже стану необратимо молодой, может быть, я с кем-нибудь и поделюсь. Сколько же времени может занять процесс? И расскажите, пожалуйста, для каких людей в первую очередь он нужен и прост в использовании? Ну, то есть... Прост в использовании для всех людей, даже для меня. Он подходит и для мужчин, и для женщин. И тут главное убедить мужчину, что ему тоже, возможно, надо поработать на... Что он старичок, да, что он... Наоборот, его надо убедить в том, что он ещё хорош, но... Да, хорош, но надо бы, да. Значит, мы рекомендуем начинать пользоваться им примерно в 30-летнем возрасте. Эйгейн обладает тремя видами эффекта. Первый эффект – это краткосрочный. Тот, который вот ты попользовался один раз, и твоя кожа сразу же, мгновенно выглядит более сияющей, более свежей, более влажной. Это действительно так. Это ненадолго, это от 12 до 24 часов. Но если, например, ты собираешься идти на свадьбу, на торжество или встретиться с одноклассниками, которых не видел 20 лет, то это просто обязательно в использовании. Это краткосрочный эффект. Долгосрочный эффект достигается, если вы регулярно пользуетесь. Тут очень важно подчеркнуть, что во многом успех всех этих процедур зависит исключительно от нас. Потому что если мы сегодня попользовались, завтра мы поленились, послезавтра мы куда-то уехали, через три дня вспомнили, чуть-чуть попользовались, опять бросили, это не работает. Работает, когда это конкретно. Соответственно, мы сейчас видим на своих экранах, насколько можно увидеть разницу. Да-да-да, вы можете увидеть разницу. Это уже долгосрочное использование. Это как раз то самое исследование, о котором мы говорили с вами за кадром. Я потом обязательно к нему вернусь. До этого потом осталось примерно полторы минуты. Полторы минуты, поэтому я сразу скажу. Во-первых, что нужно пользоваться Эйген 4-5 недель. Это первый этап. На каждую зону, которую вы хотите поправить, по 3 минуты. Затем после 5 недель, 6 недель, вы уже будете смотреть по себе. Мы переходим к такому профилактическому поддерживающему эффекту. Пользуемся 1-2 раза в неделю. Чтобы поддержать потом, курс можно повторить. Где-то еще через месяц-полтора, повторить еще раз. Дальше. По поводу исследования, о котором мы говорили. Да, было проведено такое исследование. В нем участвовали около 30 женщин от 40 до 70 лет. И результаты были впечатляющие. 90% женщин сказали о том, что они хотят продолжить пользоваться прибором Эйген. Они увидели конкретное улучшение. До 90% морщин уменьшились действительно в своем объеме. Это очень здорово. Даже в 70-летнем возрасте. Даже в 70-летнем возрасте. Опять же, ни в коем случае не хочу сказать, что все, бросайте все. И пользуйтесь только этим. Нет. В сочетании с другими видами ухода это работает еще лучше. В сочетании с кремами, особенно после того, как вы попользовались, нанести крем на лицо и серум. Очень круто, потому что кожа разогрета. Крем проникает глубже. И эффект замечательный. Вот. Я хочу сказать, что зрители 9 канала всегда у нас привилегированное общество. Поэтому специально для них есть особое мероприятие. Вот те, кто позвонит прямо сейчас по телефону, звездочка 3414. Прямо сейчас или сразу после эфира. Первые 30 человек получат скидку 30%. Это очень большая скидка. Плюс к этому, вот ко всему этому прекрасному набору, они получат купон подарочный на сумму 250 шекелей на приобретение дополнительного геля. Да, и кроме этого, индивидуальная консультация, видеоконсультация, пробный месяц. В общем, звоните прямо сейчас, звездочка 3414, вам все объяснят и все расскажут. Спасибо большое за внимание. Доступно и по-русски. Анна Розина, спасибо огромное за новые подробности. Подробно и по-русски.